Регулярного чемпионата континентальных хоккейных линий, один из пяти запланированных на сегодня. Столичная Минская Динамо принимает Череповецкую Северсталь. Пытаются динамовцы выйти из угла площадки. Вывести кого-то на бросок. Опасный момент сейчас. Набрасывал шайбу Артур Гаврус на пятачок. Гаврус. Смотрим еще раз по второму эпизоду. Попала шайба. Не проходит передача через пятачок. Но контролировал, по крайней мере, показалось в арскаутную ситуацию. Уже после, после свиста шайба попала в ворота. Развод выраженного лидера в этом плане. В плане наибольшей активности по брашкам в створ. Стучит уже клюшкой по льду. Вратарь предупреждая своих подопечных, что сейчас появится пятый игрок у Северстали. Но... Степанок не смог выловить эту шайбу. Это не характерный гол для большинства. Наверное, сил больше сохранилось. Хотя... С другой стороны, в какой момент все-таки в лучшем игровом тонусе находятся череповчане. ...наседать на соперника. Работает оборона. И вот контратака. Выход 2 в 1 получается у Динавовцев. Бросок, поворотом, добивание. Нет, здесь уже не дали сыграть. Сальда Евгений Лисовец. Мы смотрим. В какой момент здесь хороший был у 71 номера Александра Павловича. Джонатан Чичо. Бейлин дальше. Элисан. И получается бросок у Райана Вески. Чичо. Бейлин. Что переделать? Бросает и попадает. Мик Бейлин. Но, по-моему, там все-таки была... Да. Шарль Ленгле. 2-0. Мик Бейлин записывает результативную передачу. Четыре шайбы, семь передачи у Джонатана Чичо. Догоняет он хоккеистов. Догоняет он лидеров Зарипов, Пильстрем, Кавайчук. Вот три хоккеиста, у которых по 11 очков. Ну и вот ответ Северстали. 2-1. Ну попал изумительно просто. Динамовцы впереди. Человой прием. И нет, не удается здесь убежать вперед. Посмотрим. Минута 25 до конца второго периода. Но, по сути дела, до конца второго периода будут динамовцы играть в большинстве. Передача, бросок по ротам. Мэтт Эллисон, 10-й номер. 17-й или 16-й номер там сыграл сейчас. Бейлин. Втыкается, можно сказать, в ковыршина. Бросок по ротам. Шар Мэтт Эллисон, 10-й номер. Празднует успех. Все-таки Чищу отдает на Ленгле. Ленгле переводит на Эллисона. И тут неотразимо. Щелкает из круга сбрасывание. Хороший бросок. И Штепанек. Сейчас поднята вверх рука арбитра. Будет удаление. Удаление у Минчан. Вышел шестой полевой. Сбегал. На скамейку запасных Яков Штепанек. Арскауген то, что не смог выручить свою команду. Но здесь прошла передача. И Вески не сумел помешать Столярову завершить эту комбинацию. Бучневич идет на ворота. Квапил тут же. У Гавруса Бучневич выигрывает борьбу. Выходит на пятак. Квапешу Алексей Калюжный. Чичу. Пас себя за спину. Бросок по воротам. Атаковал. Вот еще момент. Скачет тут шайба. С лета не удается попасть по ней. Джонатан и Чичу. Две с половиной минуты. Отобрали. Но с нарушением правил шайбу. Иван Шварный. Андрей Рогачев показывает, за что удаляет хоккеиста минского «Динамо». Снова 89-й номер. Только на пятак или через защитника сыграть. Вот момент опасный. И шайба в воротах. Северсталь сравнивает результат. Сравнивает счет. Все-таки... Нанести бросок с неудобной руки. Бучневич записывает на свой счет результативную передачу. Увидел небольшой коридор между двумя игроками. Чичу ведет борьбу со Столяровым. Сохраняет шайбу Джонатан Чичу. Передача под бросок. Горошко. Опасный момент. Рикошетит шайба. По-моему, попадает в 55-го номера. Но все-таки останавливает ее Яков Штепанок. Разгорается тут страсть уже после сирены, которая прозвучала. Бейлин против Столярова. Не забивает. Квапил. Но опять же не смог поднять шайбу. Если сейчас реализует свою попытку. Набирает скорость, сближается со Стопаноком. Не забивает Алексей Калюжный. Никто не может пока забить Ленгле. Бросок. Мимо. Забивает Вара Квапил. Северсталь. Выходит вперед в этой... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.